Всем привет! Начинаем переделку для Марины из Москвы. И, как обычно, сначала быстрая распаковка. Так, что у нас в коробочке? О, аммонит. Аммонит это кулон. У него есть бейл. Пока не достаю из этого, из пакетика. Откуда тут уже волос насыпалось. Бусы. Бусы. Янтарь написано. Такие вот кругленькие, матовые. И сегментарно по цвету нанизаны. Хорошенькие. Вот еще янтарь. Но это уже браслетик. Или это искусственный янтарь. Или натуральный. Я как обычно, да? Так, ну, похоже, что натуральный. И вот такой янтарик. Freeform. Такие бусины. Не очень крупные, но хорошенькие. Такие отполированные. Видимо, новые, да? Совершенно. Вот только купленные. Неужели это натуральный янтарь? Там столько воздуха. Вот эти вот, как знаете, какие-то сахарные бусины вот эти, которые из стекла делают. Но они легкие, как янтарь. Ну, наверное, такой настоящий янтарь есть. Так, и еще тут такой вот кусочек. Просто кусочек. И у него нет ни дырки, ни было. И, походу, не было. Потому что я не вижу никаких следов. А, он был приклеен куда-то. Да, это был вклеенный такой кулон. Ладно, разберемся. Так, это... Это, 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 это... Ой, запутываете. Что ж такое-то? Короче, не буду я сейчас распутывать, ладно? Такие длинные-длинные бусы из кварцевой крошки. Кварцевый? Да, вроде похоже на кварц. Может быть, подписано? Да, раухтопаз, дымчатый кварц. Вот такая крошка. Уже один кусочек отвалился. Так, Аделя, можно это собрать так же, если возможно. Большое спасибо. Просто пересобрать, да? Ну, видимо, да, я вот не буду открывать, чтобы не растерять. И уточню еще. Так, вот это я знаю, что такое. Помните, я когда-то делала... В общем, были у меня в переделке точно такие же бусы. Вот такие палочки на такой вот нитке гематита подобные. И я делала кулон, расшитый из обсидиана, и вот с этими палочками. Короче, такое колье. Колье с вышитым кулоном. И представляете, Марина специально купила такое колье, чтобы я повторила тот кулон. Я надеюсь, что я смогу это сделать. Ну, в смысле, сделать-то я смогу, но насколько я близко повторю, это, конечно, еще пока неизвестно. Так, еще что-то у нас тут в коробочке есть. Такая подвесочка с овам. Красивый мешочек. Да, это перламутровые пластины, кулоны с росписью. Наверное, это символ козерога. Ну, а это просто кисонька на луну смотрит. Красивенькие, крупные такие, особенно вот эта девушка. Подумаем, посмотрим, посмотрим, подумаем. Так, главное, чтобы они у меня не попортились. Так, здесь у нас такие, типа, этническое что-то. Я не знаю, это считается как бусины дзи или нет. И они, знаете, такие увесистые. А с чего это? Наверное, тоже какая-то керамика. Это не камень, но... Не пойму. Вообще, по виду похоже на дерево. Но по весу не похоже на дерево. Короче, интересно. Так, ой, здесь еще что-то такое. Такое что-то. Вот это деревянный кулон. И такое интересное колье деревянное. Посмотрите, здесь слоники. Много-много слоников. Между ними такие неровные бусинки. А что я с этим буду делать? Что-то я как-то растерялась. А куда этих слоняток? Интересно, конечно. Но что-то пока... Пока еще не пришло в голову ничего. Ладно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас какой-то такой агат. Наверное. Кулончик. Здесь у нас стеклянные бусины а-ля сахарный кварц. Крашеные. И между ними и стеклянные ранделюшки. Такие проставочные. Так, и вот такие бусины. Это уже камень. Насыщенного цвета зеленого. Красивый. Мне нравится такое сочетание. Такого изумрудного цвета с золотом, желтым. Люблю это сочетание. Пытаюсь сообразить, что бы я с этим сделала, но пока еще ничего в голову не приходит. Так. Ого! Вот эта штука! Ой, я даже не знаю. Посмотрите, какой огромный кулон. Посмотрите, какой он огромный. Уж я вроде бы делаю немаленькие, да, украшения. А тут даже я удивилась. Посмотрите, какой он здоровый. Это все кулоны. Вот это, как я понимаю, это все одна подвеска с кисточкой. Вот такой. Опять вот эти бусины, происхождение которых я не могу понять, которые похожи на дерево по виду, но по весу тяжелее, чем дерево. Вот это, наверное, пластик под янтарь. Ну, очень красивый, кстати. А вот это что? Это пластик или кость? Ну, что-то резное вроде как. Да, это цельное резное, то есть это не составная штука. И я ее не смогу разделить. Ой, вот это задача. В общем, и вот так вот он соединяется. Вот так. И вот такое колье. Да уж. Ладно, еще мы поговорим, решим. Может быть, мне не надо кардинально его как-то менять. А может, надо, я еще не знаю. Так, это конфетки мне. Та-дам! Мне конфетки. Большое спасибо. Так, ну что, вот такая у нас распаковочка. Некоторые материалы уже для меня очевидны. Плюс-минус, как я буду собирать. Некоторые пока еще совсем непонятно. Но вы увидите результат через секунду. Всем привет. Готово украшение для Марины. И уже очень хочется их отправить. Поэтому давайте я вам скорее их покажу в готовом виде. Начнем вот с этого колье. Основой для идей этого колье служил вот этот вот совенок. Это серебряный кулон. Вот так вот он в свободном болтании может находиться. В общем, это серебряный кулон. И Марина просила сделать из него какое-то колье на лесную или около ягодную тематику. И я стала размышлять, как бы это сделать. Но дело в том, что сам по себе вот этот совенок, он достаточно маленький. И в любом маломальски объемном колье совенок этот потерялся бы. А этого бы очень не хотелось, потому что он очень красивый. Таким образом, я решила сделать для него вот такую вот подложку. Такое украшение, можно сказать, из натурального камня. Этот камень называется парагонит. Он такой зелененький, слюдистый. С белыми, активно перламутровыми, активно слюдистыми такими включениями. Ну вот я сделала на этот камень. Он круглый полностью. Сделала такую вот оплетку. И в свободном полете, так скажем, прикрепила вот эту сову. Так что саму сову я никак не видоизменяла. Ничто с нее не удаляла. Поэтому, если вдруг когда-нибудь понадобится вернуть ее в исходное состояние, то это можно будет сделать. Как вы видите, кулон съемный. Здесь у него бейл на застежке. Такая вот застежка. Очень удобненько. У этого бейла вот фионитики. Инкрустация такой симпатичный в виде листика. Мне показалось, для этого колье будет хорошо. Я его сделала съемным не потому, что я считаю, что колье будет хорошо смотреться без кулона. А я его сделала съемным для того, чтобы можно было кулон надеть без колье. Иногда, к некоторым образом, наверняка такое может захотеться. Его просто можно повесить на цепочку или на кожаный шнурок, например. И он будет тоже как самостоятельное украшение хорошо смотреться. Про основу колье. Здесь передняя половинка идет на мэмори. Пустила я на это колье вот эти вот бусины, которые были как бы жгутиком набраны на ниточку. Я их собрала на пины. Включение сделала из таких вот дополнительных бусинок. Вот как апалит, искусственный апал. Потом прозрачные вот такие бесцветные бусинки. И также добавила два листика. И вот здесь посерединке есть местечко, куда мы вешаем кулон. И вот так он смотрится с этими листиками. На боковой и затылочной части уже мягкое идет основание, цепочка. И в таком положении можно надеть на разную высоту. То есть можно прям как чокер надеть. Или можно опустить пониже, если этого требует наряд. Музыка. 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 как смогла отчистила отполировала янтарные вот эти бусины в принципе фурнитура у меня была похожая по модели и добавила замочек и удлинительную цепочку большую в принципе это смотрится хорошо именно как чокер конечно но если что можно будет немножечко не немножечко прилично увеличить диаметр этого чокера еще одно такое простенькое можно сказать украшение но как правило такие простенькие украшения являются найти по моему опыту зачастую любимыми потому что их носишь и впервые в мир и с любой одеждой ну в общем вот здесь вот этот вот присланный кулон с агатом не с агатом агатами с полосками вот я сделала для него вот такую очень простую основу сюда добавила несколько бусин вот эти оливочки черные по моему мои бусины были а вот эти вот как их назвать вообще вот эти узорчики бусины они были на этническом колье которые я разобрала и вот сюда две бусинки пошли кулончик как бы на мягкой сцепки но он несъемный здесь черный шнурочек силиконовый и с двух сторон вот такими шапочками он обрамлен такой простой простой кулончик на колье еще можно сказать тоже простой но очень интересное украшение был вот такой браслет с такими бочонками называют эти бусины сахарный кварц но я все-таки считаю что это стекло вот и кстати нужно с ними быть аккуратными их не бабахать об стол там куда вы складываете украшения потому что они очень хрупкие эти бусины и от них откалываются кусочки очень охотно в общем это был браслет браслет я распустила и не сразу придумала что можно сделать потому что как-то оказалось что вот с этими бусинами с этим цветом практически ничего не то что не сочетается но в общем не не нравилось как это смотрелось не по фурнитуре не по бусинам компаньону это я вышла вот на эту пластиночку в очередной раз такие пластиночки меня выручают они очень декоративные они очень эффектно смотрятся и у нее цвет золота ближе к такому розоватому и вот такой цвет золота отлично подошел вот к этим бусинкам по цвету сейчас может быть на камере это как-то не схватывается как хотелось бы чтобы схватывалась но в реале поверьте мне это прекрасно но я надеюсь на фотографиях будет хорошо передаваться дополнила я вот этими вот бусинами лавы они тоже с этой подвесочкой по цвету хорошо сочетаются вот тут помельче бусины лавы в центре и к периферии покрупнее силиконом шнурочкой сюда добавила коричневого цвета и полностью это все собрано на memory тросики смотрится очень красиво и несмотря на то что модель простая выглядит эффектно вот что я сделала из кругленького цвета янтаря, который был в исходном состоянии, такими сегментиками по цвету, от темных к светлым. Тоже мне хотелось как-то эту тему сохранить, то есть не смешивать полностью темных со светлыми и не разделять их в разные украшения, а именно как-то это подчеркнуть в одном украшении, ну и собрала его такой водопадик. И, кстати, у нас был вот такой вот, не знаю, как это назвать, в общем, камешек он был, кусочек янтаря. Он плоский, но на нем не было отверстий. Как вы видите, теперь на нем отверстие есть, но потому что мне пришлось его просверлить, иначе я бы его никак не смогла бы подвесить, а плести его тоже было трудно ввиду, в общем, ввиду его конфигурации его не очень плоского дунышка, в общем, обтекаемых краев и так далее. Короче, я просверлила сверху и снизу, ну условно так, вверх и вниз, и вставила в этот водопадик. Здесь водопадики собраны полностью здесь у нас идет мемори тросик. Спереди я поставила коричневый силиконовый шнур, и на него достаточно плотно сели вот эти бейлы, на которых висят бусины. Бейлы не гуляют вот так вот свободно, поэтому даже для них не потребовалось какой-то фиксации, но, в принципе, руками их можно передвинуть. Сверху здесь у меня идет в основном более темные оттенки янтаря, и к низу спускается все светлее, светлее, светлее. По боковой части на самой основе я тоже сделала темный, светлее, темный, темный, светлее, темный. И на затылочную часть добавилась, опять же, тот же самый коричневый силиконовый шнурок для того, чтобы ну как-то красиво завершить украшение. Сережки сюда сделала вот такие, достаточно простенькие, но, мне кажется, по конфигурации, ну и по оттенкам тоже они сюда замечательно подходят. Вот просто круглые бусины с коннекторами. Вот, покажу вам чуть-чуть поближе, как здесь все это сделано. Вот этот вот кусочек янтаря, который я сверлила. И вот так, очень мягко, очень легкие, мягкие вот эти вот нити такие. И они не путаются между собой, сами расправляются, сами ложатся, как надо на груди. Очень удобное украшение. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один замечательный комплект из короткого украшения и браслета. Основой для идеи этого колье послужили вот эти вот яркие оранжевые бусины. Но они даже не просто оранжевые, а какие-то медово-оранжевые. И почему-то камера считает, что это неоновый цвет и начинает как-то его странно перетовать. Но на самом деле он не неоновый, он очень красивый, благородный, вкусный цвет. В общем, вот эти бусины я сняла с, опять же, колье, с литнического колье с белой костью. Вот, его я пересобрала по-другому, вы увидите. А вот эти оранжевые бусины я решила сделать достаточно простое сочетание с черным и серебристым. Мне кажется, получилось просто и эффектно. В общем, вот браслет здесь одна оранжевая бусина. Другие бусины черные и активные вставки вот этой вот серебристой фурнитуры. На мемори тросики. Сюда еще попала вот такой вот оранжевая бусинка янтаря. Помните, такой у нас как бы сахарный янтарь. И там все бусины были другого оттенка. И только одна бусина около оранжевого цвета. Она в тот как бы ряд никак не встала. Я ее повесила вот сюда как украшение. В общем, здесь этот браслет на магнитном замочке. Он очень удобный, такой четкий, ладный. И хорошо смотрится. И на руке сидит удобно. Вот я бы себе оставила бы с удовольствием этот комплектик. Украшение на шею здесь тоже полностью на мемори. Сюда поставила такой достаточно толстенький черный силиконовый шнурок. Здесь целых три оранжевых бусины уже. И, в принципе, очень похожим образом собрано. Вот эти оранжевые вкусные бусины, черные круглые бусинки различных диаметров. И активные серебристые вставки фурнитуры. Вот. Здесь есть небольшая удлинительная цепочка. В принципе, я предполагаю, что это будет носиться как чокер. И это смотрится как чокер. Но удлинительная цепочка тоже может быть не лишняя. В зависимости от разных ситуаций. А вот с этого украшения у нас, в принципе, началось общение с Мариной. И начался наш заказ. Как бы это первое, то, что она меня попросила сделать. Кто давно смотрит мои видео, тот уже видел такое колье я делала. И Марине очень понравилась модель. И она попросила меня повторить. И даже сама купила вот эти гематитовые палочки. Из которых я делала прошлое украшение. Центральный камень в этот раз из того, что было у меня в наличии, мы выбрали вот такой. То есть, если в прошлом колье у меня был серебристый обсидиан. То в этот раз мы выбрали вот такой прекрасный гиперстерн. И я, знаете, так думала, что вот, раз я уже делала прошлое украшение, я примерно помню, как я его делала, то я очень быстро сделаю вот это. И как бы не так. Знаете, сколько раз я его распарывала? Потому что у меня не получалось сделать вот этот вот баланс с палочками. В общем, оплетка и палочки. Чтобы точно так же гармонично смотрелись, как в прошлом украшении. Сколько раз я его распарывала? А почему это происходит? Потому что в прошлый раз камень был немножко другого размера. А в плетении, вот в такой работе, когда там обшивка и плетение, каждый миллиметр имеет значение. А тут разница, наверное, ну на полсантиметра как минимум. И поэтому у меня ничего не получалось. Я сто раз, ну сто раз, конечно, преувеличиваю, но, наверное, раз пять минимум я распарывала. Вы представляете, вот до такого состояния. Это уже палочки повесила, все дооплетала и распарывала. Потому что все равно было что-то не то. Что-то где-то косило, что-то где-то, не знаю, выбивалось или провисало не так. В общем, понимаете, да? Я знала, что я найду, в конце концов, правильное решение, правильный баланс. Но вот этот вот процесс, когда я делаю, распарываю, делаю, распарываю, конечно, немножко меня демотивировал. Но тем, знаете, тем счастливее я была закончить и сделать как надо это украшение. Здесь вот так вот в центре бусинка, вот такая кругленькая, гематитовая. Видите, как я сделала? Потом разделители, потом шапочки, которые ограничивают передвижение. Бейлы потом. Все это висит на черном силиконовом шнуре. Сюда я добавила вот эти вот граненые стеклянные бусинки. И в основу пошли тоже вот эти вот кусочки гематит или под гематит. Вот сзади здесь идет, как обычно, натуральная кожа и просто вот такая легкая плетка по краю, ничего лишнего. Вот такое украшение. Надеюсь, Марина будет счастлива, ведь она его так хотела. Что у нас получилось из аммонита? Из аммонита я сделала кулон, а из крошки Раухтапаза, тоже была в присланных материалах, я сделала вот такую основу. Теперь рассмотрим поближе. Начнем с кулона. Кулон вот такой вот, вот такой вот он высокий, толстенький получается. Здесь вот такая облетка. В основном оттенки бронзы и меди я выбрала. Мне кажется, они идеально подходят в эту тему. Здесь такой вот кабошончик, мы его бортовали как авантюрин. Мне кажется, это кварцит, то есть продавали как природный авантюрин, да, он похож, но что мне кажется, что это кварцит такой зелененький, но все равно это натуральный камень, такой вот треугольненький. И вот так вот идет оплетка. Сюда, значит, вот этот вот джемчуг, сваровский и стеклянный вот этот рандельочек. Тут жемчужинка тоже, это искусственная. И сзади натуральная кожа и здесь на карабинчике. То есть кулон можно, в принципе, пристегнуть много куда. Здесь только что он был пристегнут, вот на эту цепочку. Жгутик идет из раухтопаза. Но вообще я предполагаю, что эта цепочка сзади, просто я пристегнула для примера, что она может быть и спереди. Но изначально эта модель, что цепочка сзади, идет жгутик раухтопаза, идут вот такие бусины спереди, точно такого же цвета жемчужинки, как в кулоне. И еще добавила зеленые бусины и вот такой замочек-тогол. К тоглу сюда можно прицепить вот этот вот на карабинчике кулон и носить вот в таком виде. То есть изначально это вот именно так. Так уже потом, по ходу примерок, я поняла, что можно и сюда тоже цеплять кулон в случае, если вдруг потребуется. Музыка 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 Теперь покажу украшения, на которые пошли в основном бусины из этнических колье. Начну с того, что попроще. Это комплектик под кудовым названием черные слоны. Были смешаны черные и светлые слоны в исходном большом колье. И деревянные бусинки были вот такие длинные. Я все разобрала и переделала по-другому. Здесь на Мэмори тросики. Это короткое колье. Вот такие подвески по центру, на которых висят слоны и круглые бусины. Также круглые бусины. Крыжовники. На крыжовники похоже. Они идут с двух сторон по бокам. И в основе полосатые цилиндрики. Так как это очень легкий материал, дерево, что-то такое деревянное, то я решила, что и сережки тоже будут смотреться интересно и удобно их будет носить. Они будут не тяжелые в ушах. Я сделала вот такие вот сережечки. Можно носить с этим колье или отдельно. Из белых слонов получилось вот такое. Такое интересное нарядное колье. Оно удлиненное. Сразу скажу, что сначала я сделала другую модель. Короткий вариант. То есть тоже на Мэмори тросики. Такой как бы чокер, ну короткое колье, на котором были вот эти подвески. И пока я его собирала, мне казалось, что это рабочая версия. Но когда я надела на манекен, я поняла, что это не годится. Потому что это вот фиговина, блин, такая дубинка висит. Знаете, очень как-то странно выглядит. В общем, непропорционально. Она крупновата для короткого колье. И я даже не стала Марине показывать этот вариант. Я пересобрала. Сделала удлинение. Во-первых, вот эта центральная часть, она осталась на кусочке Мэмори. Для того, чтобы вот таким прям острым углом не провисало украшение. И не сливалось все в какой-то один конгломерат. Я оставила, чтобы более-менее они разделялись на Мэмори тросики. Сюда добавила удлинение. В общем, убрала с края, переставила сюда. Для того, чтобы не было такого четкого перехода от длинного центра. Сразу к коротким подвесочкам. И сделала удлинение уже из мягкой основы, из ювелирного тросика. В общем, здесь по бокам вот такая вот конструкция. И, как вы понимаете, сюда пошли не только белые слоны. Также здесь вот этот вот сахарный янтарь. Маленькие бусинки. Мне показалось, что это как-то, знаете, нарядно смотрится. Это очень интересно получилось. Но на мой личный взгляд, такое получилось нарядное, неповторимое, можно сказать, колье. И очень здорово сочетается вот эта вот кость. Ведь она не ярко-белая, как лист бумаги, да? Она такого вот хорошего, светленького цвета кости. И вот отлично сочетается с этим приятным янтарем. Таким солнечным, желтеньким. Как вы помните, вот с этим слоном, да? Сейчас достану. С этим слоном изначально шли вот такие оранжевые. Не вот такие, а именно эти оранжевые бусины. И мне надо было как-то придумать, чем перекрыть дырку снизу. То есть вот это вот то, что диаметр вы видите. Это все полое, там практически полностью полая дыра такая большая. И нужно было чем-то придумать, перекрыть. И я намешала из полимерной глины под цвет вот этих вот янтариков такую бусину. Она по конфигурации как раз примерно такая же плоская и крупная, и по толщине. Ну, в общем, я старалась плюс-минус придерживаться этой конфигурации. Вот. И идеально подошло. Также я сделала несколько бусинок вот таких вот круглых подвесок под цвет кости. Тоже неплохо получилось, кстати. А вот эта вот бусинка, она из пластика под янтарь. Очень тоже сочетается вот со всеми оттенками янтаря, которые в этом колье присутствуют. Ну, и черные слоны у нас были в серебристой фурнитуре, белые слоны в золотистой фурнитуре. И вот такие я сделала тоже сережки. Они тоже легчайшие и очень эффектно смотрятся. Как раз Марина сейчас погуляет летом в этих украшениях. Очень будет эффектно выглядеть. Осталось немного вот такое украшение. Сюда пошли в основном деревянные бусинки, которые были такие веретенца, да. И была я очень рада сочетать их со своей любимой вот этой вот фурнитурой. Оказывается, не только янтарь хорошо смотрится с этими под окисленную медь, да, элементами. Но и вот такое вот дерево тоже отлично смотрится с этими вставками. В основе колье вот эти вот крупные бусины. Они акриловые, но выглядят точно как окисленная медь. Бусинки деревянные я собрала вот таким вот образом. По три бусинки. Потом золоченая вставочки, круглая деревянная бусинка. Опять три бусинки. Вставочки опять вот эти под медь и так далее. То есть это получается такое достаточно длинное украшение. Спереди, снизу оно венчается вот такой гривной. Она металлическая. И на этой гривне вот такие подвески деревянные. И снизу маленькие веретенца. Из того же акрилового материала, который выглядит как медь. Это украшение отлично смотрится само по себе. Но также его можно, если понадобится, отстегнуть вот эту вот гривну. Застегнуть между собой карабины. И надеть просто вот такие бусины, бусы, да, чем угодно вперед. Хоть так, хоть вот этими застежками. Такое тоже будет просто попроще длинные бусы. Но также мы еще вернемся вот к этому функционалу. А пока посмотрим вот эту пластину перламутровую. Мы обсуждали, что же хочет моя заказчица. Кулоны или броши с расшивкой или как есть. Если, допустим, кулоны, чтобы я просто подвесила их на бусы какие-то. Она попросила обязательно сделать с расшивкой. Поэтому, девочки, когда вы критикуете, говорите, ой, не надо было. Сама по себе там пластина смотрелась лучше, чем с расшивкой. Знаете, когда человек мне присылает на переделку украшения, вряд ли он хочет, чтобы я ему вернула эти украшения без переделки, потому что они смотрятся хорошо. Да, конечно, он хочет расшивку там или что-то, что я делаю обычно. Поэтому вкусы у всех разные. Давайте будем по тактичнику к этому относиться и реагировать. Мои заказчицы, так же, как и мне, нравятся с расшивкой такой вариант. Поэтому она попросила преимущественно. В общем, сначала она сказала, что хочет броши. Потом она сказала, что на мое усмотрение, но все с расшивкой. В общем, сделала я вот эту вот прекрасную даму. Даму Аммонит Козерог. Вот с такой легкой расшивкой, потому что она сама по себе очень крупная. Я выбирала самый минимальный вариант расшивки, но чтобы как-то нежно подчеркнуть вот это все дело. Мне очень понравилось то, что получилось. Показываю сзади. Здесь натуральная кожа и две застежки. То есть эту брошь можно носить как брошь, а можно вот под этими двумя застежками пропустить цепочку или шнурочек и носить как кулон. Я хочу сказать, что с расшивкой, облеткой вот таких вот пластин есть трудности, потому что они, я не знаю, это видно или нет, но они очень гнутые. И вот для того, чтобы более-менее получилось ровное дно, тоже, знаете, повозиться требуется. Это я типа не пожаловалась, а так, знаете, похвалилась, как я молодец, вот сделала все. И я хочу сказать, что нужно с этими пластинками все равно быть осторожнее, несмотря на то, что, конечно, они сзади укреплены, конечно, они по бокам оплетены, но тем не менее ронять и бабахать их совсем не рекомендуется, потому что эти перламутровые пластины, они сами по себе такие не толстые. Но подходим к главной фишечке. Здесь не просто брошь и не просто под застежками можно пропустить, а вот если вы посмотрите вот сюда, вы увидите две маленькие незаметные петелечки. Вы, наверное, уже поняли, для чего это. Вот для чего. То есть вот этот сатуар, так скажем, и эта брошь, они еще и составляют такой комплект, как колье с крупным кулоном. Вот таким образом это смотрится. Ну, конечно, на столе это совершенно непонятно, но сейчас вы увидите фотографии, как это смотрится на человеке искусственном. На настоящем будет еще лучше смотреться. Несмотря на то, что кулон крупный, он очень легкий и совершенно не утяжеляет, в буквальном смысле не утяжеляет конструкцию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И осталось последнее изделие. Была у нас, как вы помните, еще одна пластинка, вот такая с кошечкой, перламутровая пластина с росписью. Эта кошечка была вообще супер выгнутая, вот так вот, в этой плоскости. Не, наверное, не видно. Ну, короче, ее было еще сложнее выровнять, но я такая молодец, что я выровняла. В общем, вот. Расшивку я сделала здесь чуть-чуть поактивнее. Добавила вот эти любимые свои синие камни сапфировые. Ну, это, конечно, просто кристаллики, но у них такой цвет и такая огранка. Они просто чудесные. Вот сюда добавила камни кристаллики. Они называются Moonlight. Лунный свет. Мне кажется, они в тему не только по названию, но и по текстуре, по цвету. Вот вообще к этому всему сюжету, где кошечка смотрит на луну. Искусственный жемчуг хорошего качества здесь. Ну, в общем, вот такая вот оплёточка, расшивочка. Сзади я сделала тоже такой вот трюк, да, скажем, две застежки, которые позволяют очень ровненько крепить такую очень крупную брошь, для того, чтобы она не перекашивала ее в ту или иную сторону. Ну, и также под ней можно пропустить цепочку или шнурок и носить как кулон. В принципе, почему нет? Очень здорово выглядит. Я вам показала все украшения, которые я сделала для Марины. Надеюсь, вам что-нибудь понравилось. Кстати, пишите обязательно, что вам понравилось больше всего. А на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за комментарии, подписки, лайки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok